МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятый вопрос. Какую планету называют Красной? Интеллектуальная викторина в молодежном центре. Сводка криминальной обстановки в городе. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Смоленск приезжала заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Она курирует строительство перинатальных центров в стране. С губернатором она побывала на строительной площадке Смоленского центра. Все перинатальные центры по президентской программе, а их 32 центра, в том числе и у вас в Смоленске, мы должны закончить с вами до 31 декабря 2016 года. Объект будет сдан и начнет работать уже в этом году. 12 апреля состоялась сессия Городского совета, на которой депутаты рассмотрели шесть вопросов. По какой причине собрали внеочередное заседание, вы узнаете из нашего первого сюжета. Основным вопросом для обсуждения на внеочередном заседании депутатов стал конкурс по отбору кандидатов на освободившуюся должность главы муниципального образования город Десногорск. Было принято решение сформировать конкурсную комиссию из шести человек. В её состав вошли три человека из Департамента Смоленской области по внутренней политике и три человека из Десногорского горсовета. Определены даты для отборочных этапов и проведения заседания по вопросу избрания. Решением 198 горсовет назначил публичное слушание об изменениях в правилах землепользования и застройки Десногорска на 16 июня. Депутаты одобрили обращение начальника первой пожарной спасательной части о награждении работников благодарственными письмами городского совета. Подробно со всеми решениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации или в городской газете Десна. Смоленская мэрия 12 лучшим школьникам вручила дипломы и денежные премии Юрия Алексеевича Гагарина. В первой школе нашего города учащимся один раз в год даётся возможность побывать в роли педагогов. День самоуправления в этом году прошёл 13 апреля. О том, как справились ребята, вы узнаете в нашем репортаже. В этом году ребятам впервые была предоставлена возможность побывать в роли не только учителей, но и самим поуправлять школой, заняв место административных работников. Руководители дублёры были выбраны из совета обучающихся. Дети, которые сейчас выступают в роли учителей-дублёров, которые являются администраторами нашей школы по воспитательной работе, учебной работе, дублёры-директоры школы, очень серьёзно и ответственно относятся к порученной миссии. И этим ребятам с гордостью можно доверить тяжёлые, сложные и трудные, наверное, моменты и даже вехи нашей деятельности. Ребятам пришлось готовиться две недели, вникнуть в тему урока, составить подробные планы, подготовить презентацию, чтобы, как говорится, было всё понятно и доступно. Мы не удержались и поинтересовались, как они сами оценивают свою работу. В будущем я вижу себя руководителем. И сегодняшние знания и опыт, которые я получила от директора нашей школы Виктории Викторовны, я обязательно сохраню и запомню, чтобы впоследствии, если я буду руководителем, я смогла бы так же мудро управлять персоналом, как это делает Виктория Викторовна. Я сегодня был участником самоуправления, проводил урок в первом классе. Так сказать, урок прошёл хорошо, ребята были довольны, и после урока они ко мне подошли и сказали, что хотят ещё, чтобы я какие-то уроки у них провёл. После уроков ребята вместе со своими наставниками подвели итоги работы тяжёлого и ответственного дня. В областном центре состоялся галоконцерт, на котором выступили все финалисты конкурса «Знаете, каким он парнем был», посвящённого 55-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос. Дипломами и кубками наградили победителей и призёров. Хочется отметить, что там выступали и наши десногорцы. В День космонавтики в молодёжном центре состоялась интеллектуальная викторина «Черестернии к звёздам». Играли шесть команд – студенты Десногорского энергетического колледжа, бойцы поисковых отрядов «Высота и за Родину», команды молодёжной редакции «Поколение», организации студенческого актива ОСА и воспитанники военно-патриотического клуба «Ангел». Кто оказался самым осведомлённым в вопросах космонавтики, смотрите в нашем следующем сюжете. Для знатоков была подготовлена программа, состоящая из трёх туров. Ребятам предстояло ответить на космические вопросы, показать умение логически мыслить, анализировать факты и работать в команде. На экране демонстрировались не только вопросы, но и изображения планет, созвездий, портреты лётчиков-космонавтов, кадры из советских мультфильмов про космос. На викторине работала компетентная жюри, которая и определила победителей. Первое место у команды военно-патриотического клуба «Ангел», второе – у молодёжной редакции «Поколение», а на третьем – команда поискового отряда «Высота». Команды-победители награждены кубками, остальные – дипломами участников. А сладкие призы от спонсоров достались всем. Индийский инвестор компания «Рослег» создаст на Смоленщине за три года льняной кластер. Глава региона Алексей Островский отметил, что в советское время наш регион занимал первое место польноводству в стране. У нас для этого очень благоприятная почва и очень благоприятный климат. И, в принципе, вот за время моей работы мы предпринимаем шаги для того, чтобы возвращать уровень льняноводства, может быть, не к тем показателям, как это было в Советском Союзе, но к более значимым. 12 апреля в Смоленске состоялся пятый съезд Национальной медицинской палаты. Крупный форум собрал более 200 медиков из разных регионов России. Организатор форума – известный российский педиатр и хирург Леонид Рошаль. Основная цель Национальной медицинской палаты – сделать так, чтобы в России было больше хороших врачей. На встречу в первую очередь поднимали вопрос о доступности и качестве медицинской помощи. А сейчас криминальные новости. 31-летняя смолянка задержана прямо у себя в квартире за сбыт наркотиков. По информации оперативников, она занималась хранением, изготовлением и сбытом сильнодействующего вещества дизаморфина. Все найденные в квартире препараты были отправлены на экспертизу. Результаты проведенной экспертизы показали, что изъятая жидкость является наркотическим средством дизаморфин. По данному факту возбуждено уголовное дело. О криминальной обстановке у нас в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 138 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 7 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 163 административных правонарушения, в том числе 106 нарушений правил дорожного движения. В состоянии алкогольного опьянения за управление транспортным средством задержан один водитель. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 23 человека. Смоленский президент городской ассоциации бодибилдинга сядет за сбыт допинга. Ранее судимый за аналогичное преступление спортсмен продавал спортивное питание, содержащее сильнодействующее вещество метандиенон. За это ему придется отбыть в колонии общего режима 2 года 7 месяцев. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова